Друзья, всем привет! Мы наконец-то достроили свой проект. Это КАМАЗ на 1000 сил, такой же, как и у Академика. И вы знаете, что Академик в последнее время не показывает видео про этот КАМАЗ, и, собственно, у нас также этот проект затянулся, и только вот сейчас мы его почти что достроили. Мы сделали на нем почти всю внешку. Нам остается установить на него задний плафон и еще немножечко разобраться с самим кузовом задней платформы, как угодно ее называйте. Она у нас получилась немножечко не той длины, которая должна быть. На самом деле, должна быть длиннее по пропорции, по всем. Отдельное спасибо хочу сказать Ване, который сделал нам для этого КАМАЗа копийные диски. Друзья, просто посмотрите, какие они офигенные. И передние диски, и задние диски. Это диски для КАМАЗа старого образца на клине, насколько я знаю. Также кабину нам делал Ваня. Как называют модель этого КАМАЗа? Татарин в оранжевом стиле. Сзади, за кабиной мы сделали имитацию, такую же, как и у Академика. То есть установили радиатор, какой-то там фильтр и всякую вот эту фигню. В общем, ребят, просто брали картинки из видео и по этим картинкам собирали данный КАМАЗ. Я надеюсь, что вы оцените. Собственно, напишите в комментариях, как вам внешка такого КАМАЗа. Понятное дело, что передние фары будут работать, задние габариты будут установлены и тоже работать. Но, друзья, прежде чем дальше продолжать этот проект, нам нужно его проверить. И проверим мы его на нашей трассе, конечно же, прокатимся, посмотрим, как он себя покажет, ничего ли не отхлебнет. Понятное дело, что этот КАМАЗ не для оффроуда, этот КАМАЗ должен вообще наваливать боком. Поэтому давайте сейчас небольшая информация по конфигурации. Значит, спереди у нас стоит разблокированный дифференциал для того, чтобы КАМАЗ хорошо поворачивал и для того, чтобы у нас не было нагрузки на передний мост. Сзади стоят спарки, средний мост проходной, задний мост обычный. На задних колесах у нас пятно контакта гораздо больше, чем в обычных версиях Урала, как мы строили до этого, и в обычных КАМАЗах, то есть в спарке задний. Поэтому я думаю, что ехать по бездорожью он должен хорошо. Но так это или нет, мы сейчас с вами узнаем. Ну и, как мы уже попробовали дома по ламинату, он, в принципе, даже очень хорошо дрифтит. У нас установлена двухступка. В двухступке, на двухступке, точнее, стоит мотор. Тот самый бешеный, который на предыдущем КАМАЗе, на военном, у нас один за одним, просто как орешки, щелкали регуляторы. Также, друзья, в этом видео, в конце видео мы сделаем тест регулятора народного на 20 ампер. Сейчас регулятор у нас установлен в коробочке, напечатанной на 3D принтере, и сверху стоит вентилятор с постоянным обдувом. Я надеюсь, что в такой конфигурации данный регулятор сможет вытянуть этот мотор. Хотя, я, честно говоря, сомневаюсь. Радиатор не установлен, хотя, по идее, конечно же, в идеале сюда бы еще сверху на MOSFET и поставить бы радиатор, а на радиатор уже поставить вентилятор. Но, ребята, об этом, это, точнее, может быть, мы сделаем далее в наших видео. На этом КАМАЗе у нас будет применена одна хитрость, с которой нам помог наш подписчик Максим, за это тоже им отдельный респект. В общем, друзья, на двухступку будет установлена муфта, которая будет отключать нам передний привод. И вместе с передним приводом у нас еще будет включаться одна из передач. То есть на пониженной передаче у нас будет 6х6, на повышенной передаче, когда нам нужно подрифтить и навалить боком, у нас передний привод отключается. То есть передний мост полностью разгружается и работают только лишь задние колеса. Но все это далее будет у нас в видео, то есть не в этом видосике, всю эту приблуду мы еще не устанавливали. Для того, чтобы продолжить, как я говорю, строить проект, нам нужно вначале проверить, как у нас собрана ходовая, выдержит ли регулятор в такой конфигурации данный мотор. Собственно, ну и если все это дело выживет, тогда мы продолжим строить КАМАЗ. Если нет, тогда просто компоненты поменяем, поставим другой регулятор и продолжим строить КАМАЗ. Закончим внешку и уже навалим боком, друзья. Собственно, вот так вот много информации я выдал. Погнали проверим, проедемся по нашей трассе. И в конце уже сделаем тесты для данного регулятора. Я надеюсь, что он сгорит сегодня. Поехали. Аппаратура у нас двухканальная, все аппаратуры закончились, пока с Китая ждем по ссылке. У нас серва на коробку не подключена, поэтому пониженную и повышенную мы включаем вручную. Собственно, все, друзья. Поехали. Смотрите, это пониженная. Видели? Старт с места на пониженной. С пробуксовочкой. Смотрите еще раз. Как вам пониженная, ребят? Так, ну, пробуем ехать. Вообще без проблем. И, кстати, ребят, с таким дифференциалом поворачиваемость просто шикарная. Задняя тележка стоит от моего Урала. Она металлическая. И на ней с каждой стороны стоит по три рессоры. Вам нравится, когда задняя тележка красиво отрабатывает неровности. В данном КамАЗе этого, скорее всего, не будет, потому что стоит очень жесткая подвеска. Она сделана для моего Урала, который очень тяжелый. Я не стал ничего переделывать. Просто воткну сюда тележку временно. Но за счет этого, скорее всего, задние колеса сейчас не будут работать, ну, как вам нравится. Сразу говорю. А то в комментариях напишут, что тележка дубовая. Нет, друзья, тележка не дубовая. Тележка просто с тремя рессорами с каждой стороны. Все, едем дальше. Просто мы куда-нибудь туда поехали. Еще я заметил, что у нас стеклышки там и забыли. Как водила увидит вообще. Так, друзья, все работает, все функционально, все круто и копина. Так, надо развернуться, а то мы не туда поехали. Заехали, нормально. Да, конечно, пониженной не хватает, друзья. Получается плавно ехать. Колеса от C34 стоят. Шины, точнее. В дальнейшем наш подписчик и друг Славик сделает нам сюда копийные КамАЗовские шоссейные шины. Так, аккуратненько проезжаем. Поворачиваем, друзья, шикарные у КамАЗа. За счет разблокированного дифференциала переднего. Ух, как это опасно было сейчас. Что-то мы не можем там проехать, да? Опа. У нас этот, смотри, с места своего съехал радиатор. Опа, давай, 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 заезжай. Блин, друзья, да он везде заедет. Слушайте, ну регулятор пока что, я, к сожалению, не могу его потрогать. Только вот через коробочку, через эту. Пока что вроде все нормально. Пока горело, мне запаха, короче, работает. Так, едем дальше. Слушайте, просто люпика может включает. У меня сейчас, ну, такие ощущения, что я Defender на БК катаю. Так, аккуратненько здесь проезжаем. Блин, на этой плавности не хватает. Так, и тапка в пол. Блин, песок подсох. А, не, нормально все. В общем, дальше там у нас уже ничего интересного. Итак, вроде бы как и на оффроуде он выжил. Все в порядке. Пойдемте, друзья, устроим тест регулятора. Сейчас мы, знаете, что сделаем? Мы сейчас с вами возьмем, вот так вот его перевернем. Вот так вот его перевернем. Посмотрим на наш мотор. Тот самый, который мощный у нас. Потрогаем его. Он холодный вообще. И мы сейчас, ребят, с вами вот эту вот серву каким-то образом отключим. Какой-нибудь сейчас палочкой ее вот так вот попробуем поднять вверх. И отключить нашу... Да, идея была хорошая. Есть ключ какой-нибудь? Да. Ух ты. Так, короче, пробуем отключить повышенную передачу. О, я просто качалку снял. Все, я просто снял качалку. Держи, ключ обратно свой. Так, нужно вытряхнуть вот эту качалку. Она вот даже не прикручена. Вот она, качалочка. Все, у нас, друзья, сейчас повышенная. И я не представляю, что сейчас будет. Давайте найдем какую-нибудь ровную площадку и устроим там небольшой дрифт. Попробуем боком навалить на нем. Так, ну что, нашли более-менее ровную площадку. Конечно, не асфальт. Друзья, смотрите, старт с места на повышенной. Сейчас даже прямо встану на нем. Так, смотрите, раз, два, три. Вот сейчас у нас будет дрифт с собаками. Поехали. Пробуем дрифти, друзья. Лов, лов. Лов. вот это да так этого не было в планах но зато мы узнали что у нас не очень крепкая стойка надо ее немножечко усилить бы у нас отломалась крепление здесь и у нас отломалась зеркало так в общем друзья давайте попробуем всю эту шляпу установить обратно сейчас хотя бы временно заодно будем знать какие места нам нужно усиливать потому что пока не протестируешь собственно не узнаешь так пробуем пробуем сейчас еще разок навалим я на самом деле друзья не ожидал что он перевернется скорее всего из-за того что во первых неровная здесь у нас местность и еще потому что задняя тележка очень жестко на не отрабатывает она просто подпрыгивает подкидывает его вверх в общем у нас минус зеркало который кстати можно вообще положить вот так вот друзья внутрь здесь будет регулятор и аккумулятор лежать все запчасти мы складываем внутрь в салон петель нету но есть такая вот дверка которая снимается это кстати очень даже удобно так регулятор с регулятором точнее все в порядке давайте еще по наваливаем боком собаки убежали походу делом и еще и радиатор так я понял ладно короче теряем запчасти друзья теряем запчасти ладно пускай пока полежит давайте еще по наваливаем надо до конца проверить регулятор то есть интересно максималку замерите это максималка камаза мне кажется если трамплин ему дать он на трамплине подпрыгнет ну вот смотрите то чем я говорил поворачиваемость просто на месте разворачивается в данном случае 6 на 6 поворачивает также как и модели там c44 и c34 у которых на переднем мосту выворот очень большой а здесь и выворот большой обратите внимание и дифференциал разблокированный поворачивает вообще проще простого модели дрифтит вообще без проблем просто тапочку в пол и у нас патрон пошел как-нибудь вообще без проблем вы его бы в грязь и вот там бы мы точно регулятор проверили слушайте друзья ну чё живет регульчик пока что время проверить все ли на месте мы сорвали колесо соскочил у нас колесо с диска я заметил это и поэтому его собственно подогнал к себе поближе а да вылетел у нас из диска крепежка точнее заглушка ну это фигня это вообще мелочь как бы мотор горячий причем так хорошо горячий значит все у нас вроде как живо подвесочка вся живая блин пыль люка тут конечно вообще лютая прям гляньте зато копина друзья копина все все классно все красиво регулятор по всей видимости живет с таким-то охлаждением друзья постоянно так и того у нас какой итог нам нужно переделать немножечко крепление вот этой всей штуки потому что она у нас просто вставляется но не держится надо на винты и зафиксировать наверное нужно усилить вот эту часть если вдруг мы будем переворачиваться но конечно очень переворачиваться они не планируется очень переворотов не планируется на нем никаких аккумулятор и регулятор мы кладем в кабину на пол как я уже и говорил ну и друзья в следующем видео у нас будет полностью сделано внешка то есть будут работать как я говорил передние фары будут установлены еще поворотники которые сейчас здесь нету возможно не обещаю но постараемся сделать вот сюда габариты то есть сюда тоже поставить фары конечно же задние стоп-сигналы габариты и прочее здесь тоже будет обратите внимание какие у нас копийные брызговики для спарок сзади вот собственно ну бак как у академика или фильтр это не знаю что такое скорее всего фильтр на это я так думаю что фильтр ресиверы диски с отчетные диски крутые блин ну и камаз крутой друзья я на самом деле думал что регуль мы положим потому что как вы как вы можете помнить из видео про камаз где зимой мы его катали и месили им грязь у нас регуляторы один за одним горели но сейчас как вы видите даже я считаю что с большей нагрузкой потому что он сзади все-таки стоят спарки то есть и колеса тяжелее задние и пятно контакта больше и провернуть все это дело для того чтобы провернуть нужно больше усилия приложить собственно и все живет так что возможно возможно данная конфигурация регулятора народного с постоянным охлаждением и в такой вот коробочке кстати эту коробочку друзья если вы на что-то заказываете можете попросить просто в подарок я вам положу в подарок к заказу такую коробочку для народного регулятора а вентилятора можно заказать с алиэкспресс он стоит им копейки рублей 50 и к чему я потому что в Такой конфигурации, как вы видите, даже с этим бешеным мотором, который жрет в пике больше 20 А, мы делали тесты, у нас на канале есть видео, где мы замеряли моторы, и данный мотор жрал, точнее, потреблял ток больше 20 А, вот, в пике своем, то есть, как вы видите, в принципе, регуль выдерживает, то есть, постоянное охлаждение помогает ему переваривать, точнее, справляться с таким мощным мотором. Есть над чем работать, есть, что еще доделывать в этом камазе, я ни капли не огорчен, мне все понравилось, напишите в комментариях, как вам такой камазик, как вам наваливание боком вообще, друзья, в следующем видео мы уже доделаем на нем все, поцарапали мы крышу немножечко, ладно, боевые царапины. Собственно, все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, как вам такой камаз, и, да, друзья, давайте постараемся, чтобы этот видосик дошел до самого Коко Костика, до Академика. Да, давайте сделаем репосты, напишем в комментарии, может быть, там, ему видео напишем о том, что, мол, Костик, смотри, у пацанов есть камаз, как у тебя, только маленький, копийный, вот, пускай посмотрит, может быть, ему понравится, друзья. Ну, друзья, все, на этом желаю всем удачи, подписывайтесь, увидимся с нами в новых видео, всем пока.